господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 411 события дня матфея 19 8 а сначала не было так за 26 января 2017 года попросили краткое содержание давать события дня под роликами начнем на какой минуте что не найдешь и ну трудно я понимаю но я ничего не могу сделать не времени хватает прошлом году 16 летом там нашлось человека 3 помогали у нас быстро дело пошло и друг все трое куда-то исчезли я пишу в одно время появилось у нас несколько помощников которые стали просматривать события дня где говорится о многом и разном и стали это выставлять мне в моем мире а я стал выставлять это рассмотренное с указанием по минутам и стало легче искать нужное но ныне этих помощников не стало и так кто может то помогите делать это сам я не могу нет времени даже на один видеоролик заново прослушивать и сделать разметку и да и даю вот образец я взял издалека как михаил кальмаев но 7 7 было как 0 до 32 что это секунды секунды считай измена просто я буду задерживать а вы сами почитайте а чем идет посмотрите какое подробное то есть о многом говорится тормозните и посмотрите вот как надо это делать минута то есть час 2 минуты 27 секунд легко очень искать семинаре заставляет сбривать бороду участь умерших знаете какие действенности крещения для чего женщины красятся вот дальше ну а тут ролик где мы разговариваем с романом что земля есть шар а не плоская и поэтому он говорит андрей мыцких а еще мы мяч называем круглым арбуз круглый яблоко круглые а еще мы говорим круг друзей нашим кругу над нашим кругом то есть подразумеваем общность и полноту то есть это совершенно смысл какой закладывается то у меня есть школьный друг не он сам а школьный друг отец которого входил десятку лучших астрофизиков мира под его непосредственным руководством был научно-исследовательский институт и несколько полигонов радиолокаторов которые составляли радиотелескоп то есть мы все все даже подозревать все это мазом ассонины все во всем мире все ни до одного ничего не знают при том когда ясно святые говорят даже в толковании если общее никогда разговор не ведем это мы все принимаем одинаково вот допустим там пересчисляют амфилон кто путешественник был я прошел говорит весь мир ближний восток конечно америки тогда еще не было я встречал государства где нет границ я увидел города у которых нет стен я встречал нации у которых нет денежной системы но я не встретил нигде такого дикого и грубого народа который не имел бы веры в бога и поэтому что есть бог рассуждать то и не надо это все знают это философ монтейн говорил отрицать бога под звездным небом и у гроба ближнего может только явный преступник или явный идиот как отрицать то когда но все говорит откуда она взялась то сейчас смотри стоит береза какая высота все сухое и вдруг весна и вдруг какой-то насос на такую высоту качает все листики зеленые и там можно повесить бутылку и набрать так там самое сладкое на вершине то будет березовка то кто качает вот бабушки маленькие есть однодневка четыре года выводится замерзает в пруду летом развивается 4 года вылупиться и на одном мир на один день его так как калкотятся они должны дать потомство и опять четыре года там они развиваются ну как так четыре года и одна один день но так бог сделал вот есть такие рыбы она горит одна голова только голова как шар у нее и хвостик и она рот раскрывает и там с носа свисает фонарик другая рыба плывет туда прям к фонарику то на свет а народ закрыла уже все и не гоняться не надо ничего а другая она оттуда видит сидит стрекоза и она оттуда из-под воды стреляет в нее и делает там коррекции такую где преломление в воде в воде из атмосферы точно мне вы не сразу листики крылышки слипают она падает она глотает кто это делает вот летает зимой зимой говорю летом сова но чего она там видит когда трава она шорох слышит и она слышит куда бежит мышь и корректирует себя я падает не там где миша бежит а ну как стреляет снайпер он учитывает воздух температура и маленькая опережает когда туда пуля долетит точно как раз там и окажется и кто дал такую мудрость сова обыкновенная уж сов я знал видел то есть это неопровержимые все знают можно не признавать можно не признавать ну внутри один остаешься так как так тебя купили на это дело что ничего бога нету но кто тебе сказал нет а я считал ну как ты считал где ну и библия неправильно а как ты узнал ну лево кассиль написал об этом а еще откуда-то узнал мы однажды ремонтировали одну библиотеку подводили сгнившие убирали бревна другие вставляли и я столько увидал учительницу не учительница библиотекарь что-то и стал свидетельствовать а второй год был как я верующий уже это уверовал мне 24 года было она я сейчас докажу я как вы докажете но у меня книга есть там марка твена что-то начала она искать пошла нигде нету ярославского это губельман еврей счету спрашиваешь его пошла ничьи это перебирала перебирала пришла нигде еще книжки нету но я ее не брал у вас да я сегодня только считала бог закрыл что ты не имела ее как ефрем сирин с одним еретиком спорил а он все время так достанет и книгу листает и он пришел к нему это считает православное хорошо сделал и представился другом того человека и служанку попросил книгу дай мне мне там надо посмотреть взял домой а сам приготовил ведро клея и все страницы промазал и заклеил и когда следующий диспут был тот еретик то книгу взял она как кирпич у него как православные мудро сделали и притом называется все это житях святых и вот что он был дальше слушай он был подсчетным академиком украинской академии наук почетным они действительным в силу национальность национальности русский и жизненного кредо честно трудиться на своем месте кредо это вера и войди на бог это кредо называется был именно ученым практикам гением своей области в этом мы не можем уже отрицать что пишет как но это тоже глупо и они знают ничего ладно с его смертью несколько лет назад отмел отмерло целое направление в науке но что самое главное он был очень честным человеком и не слово о плоской земле о том из чего состоят атмосферы звезды и другие небесные тела он рассказывал что это делается с помощью анализа излучения волн этими самыми телами например спектральный анализ это нельзя отрицать уже никогда вообще никакой ни науки ничего нет я только моя дурная башка и больше ничего не надо а зачем дальше роман человек ищущий с пытливым умом на таких людей рассчитан вы вброс информация плоской земле для них этот сидит там хаттаб еще они легко это схватывает и глотают интернет сейчас переполнен ею на что угодно я сейчас скажу что со мной было чтобы сбить с верного курса отвлечь от главного жаль романа соболезную гнатью тихоновичу почему марк твен проще буду человека чем убедить его что он обманывается марк твен то есть проще обмануть ему бросил он ухватился за это и все моя мама не верила что люди были на луне а вот ни одного класса образования тяну мама почему ты не веришь а она косила траву это с одной там лампе я не знаю в лампе видимо звать деревенская бабка такая же а лампея это сказала ну лампея сказала она еще у тебя грамоты нет у нее нету и она как-то видела это нет она это исследовала нет но лампея сказала вот скажет и все ремонтирует дом мужчины иконы только только сделал что-то и скорее подоконник и иконы поставил почему мама сказала икону даже ставят только на подоконнике вешать их нельзя его убедить никак нельзя он уперся и все я буду при чем тут мама икон это хоть где хоть без иконы что вы говорите разве боже мама говорила бог один из 77 вер это 77 откуда они взяли это без поповца староверы никакого евангелия чтобы не слушали и все целое селение и таких толков больше пятидесяти это и голбешники то есть молиться только в голбцы надо от родителя получили в голбцы крышку закрыть другие дырники только чтобы обязательно прорублена в стене была дырка сибирский валенок именно так обязательно надеть валенки и только сибирские и вот таких разных названий это беспоповцы верует во святую троицу это они которые никону то не починились где-то и вот пересчитаешь поморские часовенные там нетовцы кто-то нетовцы поющие глухие что означает только молча ко мне зашел один старовер так долго смотрел я не пойму у вас счетом на распятие это дух святой изображенных куда молиться нельзя дух святой не изображаем его да все так а другой наоборот у другой есть крест они издали свой это распятие до кого ты духа святого нету молиться нельзя все двое одинаковые книги все но это целое состояние с детства ему в башку вдолбили и все ну маленько то надо смотреть может ну и смотри дальше тогда просветит нас всех христос и дальше я добавил цитата из книги кому на руси жить хорошо николай алексеевич некрасов это я сегодня взял из интернета мужик что бык втемяшится в башку какая блажь колом и оттуда во не выбьешь упирается всяк на всем своем стоит всяк на своем стоит и еще не сделаешь а то он писал мужик что бык втемяшится не просто он знал что-то втемяшится колом бей кол в землю забивает и не вышибешь дальше если становится один у меня тут вы вызвался помогать ну и говорит нам нужно будет на расстретиться что новый форум создать я ему отвечаю игла игнати лапкин если становится условия становится а если ставится условием непременность нашей встречи тогда сотрудничество отменяется и ликвидируется ничего не делали но встретиться надо может быть ничего не имеет у меня определенное правило меня не надо в эти рамки загонять где он живет я не спрашиваю может быть и хороший человек и все только дальнейшее может дать слабый намек на возможность встречи когда я увижу что форум сделаны все поговорим не однажды по скайпу а такие люди как правило скайпа нету нету не появляются я не конкретно об этом человеке говорю но я потом узнаем где-то здесь живет и саварбек какой-то алмазов алмазов вот он там начинает пришлось мне отрезает головы там блудных соединяет я взял послали тут местному прокурору сходили эти направили туда и мы написали письмо в казахстан караганда да ты оттуда ответ пришел они как его там сгребли все и все из интернета везде все врал а там у него управы нету да это глупости казахстан нам не враждебная страна то есть ряд реагировали чат не приветствую но допускаю и мысли то есть он про чат говорит всякие там причина не допускай и мысли связь не допустим я говорю не допускаю связь только по скайпу и когда желающий получить ответ выполнит инструкцию а инструкция такой сначала пиши под где скайп я тебе скажу какое время заранее пишет внизу тут же чтобы ему было выделено время какое-то согласовываем встречу и все записывается и выставляется в интернете если человек не согласен на это то сразу же отключается связь и встреч больше не будет никогда это мой порядок такой смотри внимательно слушай не отвлекайте там кто мешает можете спокойно идти домой вам не интересно уже считаем дальше ежедневно сведения которые для того чтобы люди знали немножко ежедневно в мире рождается триста шестьдесят пять тысяч детей причем 26 процентов из них в африке 57 процентов в азии 5 процентов европе 9 процентов латинской америки 3 процента северной америки и менее 1 процента в австралии и океане и вместе взятых океане и океане прямо это очень окрестил ты тебе я вот больше где-то крестить нельзя ты их всех перекрестишь другие имена дашь по некоторым оценкам за год умирает около 59 миллионов человек в среднем два человека в каждую секунду секунду раз двое уже умерли два уже четыре умерла дальше судите сами каждые 102 секунды кто-то гибнет в ходе войны каждую 61 секунду кто-то погибает от рук убийц каждые 39 секунд кто-то совершает самоубийство каждый 26 секунд кто-то погибает в автокатастрофе каждые три секунды кто-то умирает вследствие голода каждые три секунды умирает ребенок Возрастом до пяти лет Последний же враг Истребится, смерть Это там, прямо оттуда я взял Первое кориффином, 15-26 Оттуда взял, прямо из интернета Каждый день из-за нищеты Каждый день, теперь день Там говорилось сколько, типа секунд Каждый день Из-за нищеты умирает в среднем 40 тысяч человек В основном дети Ежедневно аборты уносят втрое больше жизней Это выходит не 40, а 120 тысяч Каждый день абортированных выбрасывается Тех, кому не хватает денег На дневное пропитание Позволяющее нормально трудиться Почти миллиард Все эти бедствия были предсказаны в Библии И служат доказательством того Что мы живем в последние дни Этого злого мира 2 Тимофея 3, 1, 5, 13 Матфея 24, 3, 12 Луки 21, 10 Откровение 6, 3, 8 Теперь можем опровергать Вот человек А я не верю столько-то Не миллиард, а полмиллиарда Так можно сколько угодно Это злой дух На противоречивающие везде идет Как это? Вот эти данные Я сейчас покажу откуда Дальше Что происходит в мире за одну минуту? Вот что происходит за одну минуту? Откуда ты знать-то будешь-то? А это я скажу откуда дальше написано будет Одна минута Это очень небольшой отрезок времени Которого вряд ли хватит Чтобы сделать что-нибудь значительное Ну, одна минута Как известно, день состоит из 1440 минут За год состоит из 525 600 минут Ну, оспаривать будешь или нет? Ну, то высчитано дальше И если добавите все человечество Окажется, что много всего происходит за одну неприметную минуту И она удивительным образом полна жизни Вот несколько интересных фактов о том, что происходит в мире за одну минуту Или 60 секунд Вот слушай, ты никогда этого не знал бы Я уже два дня сидел над этим, вылавливал Дальше Так, 258 детей рождается во всем мире 72 удара сердца в минуту происходит Вот это минута, одна минута 113 детей рождаются в бедности 15 детей рождаются с врожденными дефектами 107 людей умирает Два из них в автокатастрофе 300 миллионов клеток нашего тела умирает За одну минуту он отмирает 300 миллионов А я скажу, не 300, а только 2 клетки Ну, еще из этого будет доказательство есть А в это верят? Ну, это проверено приборами 10 миллионов сигарет выкуривается 7 людей умирает от курения То есть за одну минуту За одну минуту 7 людей, 7 человек умирает каждую минуту От табака 15 тысяч долларов зарабатывает Билл Гейтс Самый богатый человек на планете А кто такой Билл Гейтс, знаешь? Ну, конечно А кто такой? Ну, это основатель компании Microsoft Который разрабатывает программное обеспечение Ну, и железо Ну, а как он до этого дошел? Windows Как он дошел до этого? Ну, там он с товарищем своим Они идею-то Windows Они где-то взяли и просто улучшили И пустили в оборот коммерческий уже Где они это делают вначале? В сарае, говорит У них даже этого не было Места не было В сарае двое Самый богатый на земле То есть 15 тысяч долларов За одну минуту Каждую минуту ему 15 тысяч долларов Идет Дальше 116 людей женят За одну минуту 144 человека переезжают в новый дом Какие данные главные? Интересные 9 новых случаев ВИЧ, СПИД регистрируются 34 людям и диагностируют рак Рак Каждую минуту 34 новых человека раком Диагностика пока Дальше 360 раз ударяет молния За одну минуту 5 землетрясений происходит во всем мире 2 миллиона 468 тысяч 177 килограмм мусора создается За одну минуту 2 миллиона килограмм мусора 6 миллионов 206 тысяч 232 килограмм углекислого газа Выпускается в атмосферу Как побочный продукт горения ископаемого топлива И притом это не опровергает никто То есть начинаешь проверять Я вчера некоторые стал проверять Слагать секунды и прочее Ну там у меня маленько не сходится Единицкая какая-то Ну это и понятно 58 самолетов взлетает по всему миру За одну минуту Вот молния Вот я оттуда все взял Дальше 2 миллиона Вот, нет, вот Интернет статистика По интернету что? Узнать 2 миллиона поисковых запросов Google Это за одну минуту В Google 2 миллиона Ну давайте спорить А я не верю Google нет никакого Ну в мире нет Билла Гейса нету Ну ничего нету Нету А сам пользуемся Дальше 72 часа видео Публикуется на YouTube То есть за одну минуту Столько ставят роликов Которые нужно 72 часа смотреть И при том круглосуточные Каждый день 571 новый сайт Появляется в сети Мы в тот счет попали где-то 204 миллиона сообщений По электронной почте Отправляется Вот по электронной мы тут делаем Сообщаем друг другу Это за одну минуту 204 миллиона Как не признавать это Дальше 278 тысяч твитов Публикуются в Twitter За одну минуту 1 миллион 400 тысяч минут Проводится в разговорах С родственниками И друзьями по Skype За одну минуту Вот столько времени Кто говорит собрать То 1 миллион 400 тысяч Дальше 243 тысячи фотографий Публикуются на социальной сети Facebook Шансы того Что родитесь именно вы Составляют 1 на 40 миллионов А ты понимаешь О чем речь идет? Ну не совсем Не совсем? Я тебе скажу Что допустим Карась Икру мечет И икринок у него там Получается Допустим 600 икринок Из 600 икринок Одна только А щука У ней 11 тысяч А у человека От чего он зачинается 40 миллионов Человечек Могло бы за раз От мужчины За одно Соите женщины 40 миллионов Но я всех победил Прорвался Прикрепился И вырос Какой шанс? То есть Я уже герой Победитель 40 миллионов победил Которые со мной Вместе хотели жить Это все уже подсчитано А я не признаю Ну балдаты просто И все Кувалда в башке Дальше Нужно 17 мышц Чтобы улыбнуться И 43 мышцы Чтобы нахмуриться Я вот посчитал Сколько букв Знаков в Библии И все И люди удивляются Неужели это столько? Ну я сидел Занимался У меня два человека На калькуляторе работали Сидели И выставил в интернет Все В каждой книге Сколько Глав Стихов Букв Сколько двоеточий Сколько вопросительных знаков Во всей Библии Полной В неканонической В Новом Завете Я интересуюсь этим А люди интересуются другим А чтобы смотри Чтобы улыбнуться 17 мышц А тут в два раза больше 43 Даже больше чем Чтобы нахмуриться Так не хмурься Вот этот 43 мышцы У старобрядцев Все время они Дальше И повторяется Это тоже Да-да Это повторяется Ну да Так И последний человек Вступивший на Луну Астронавт Юджин Сернан Написал На ее поверхности Инициалы Своей дочери Они Останутся на Луне По меньшей мере 50 тысяч лет А он не был там Он еще не писал Там вообще не надо Никаких 50 тысяч Это все Вместо выбросить Вот он Стоит А это не на Луне И он показывает Как они идут Подпрыгивает Там невесомость какая На сколько И последние были Чуть не трое суток Они там находились 250 с лишним Космонавтов Астронавтов Все масоны Все ложь Ну то есть Глупость Дальше Коста-Рика Считается Самой счастливой Страной в мире А почему Нашелся президент И говорит Вокруг страны Нападает Давайте армию уничтожим И он считает Отец нации И армию убрал Оставил Только там Милиция Там что-то Где жулики А все деньги бросили На здравоохранение На образование И пока люди живут И уже сколько лет Я сейчас не могу сказать Наверное полвека И он уже старый Я видел Последние снимки Сидит И ни одно государство Вокруг воюет Вокруг них Которые А на них Никто не нападает Но это не может быть Как не может быть Ну вообще Так Теперь каждую минуту В мире Что? Так Рождается 250 младенцев И 100 человек Умирает Население земного шара Продолжает неустанно расти Каждую минуту Количество жителей Увеличивается На 150 человек То есть Каждую минуту Новые 150 То есть Это превышение Смерти Каждый год На 80 миллионов Если такая тенденция Сохранится То у нас на земле В 2050 году Будет 9 миллиардов Сейчас на планете Живет приблизительно 6,6 миллиардов людей Ну данные могут быть Уже устаревшие Может быть уже и 7 Каждую минуту При рождении Ребенка Умирает Одна роженница Ежедневно От родов Погибает 1500 женщин Ежедневно В один день 1500 женщин Умирает От родов В Эфиопии Во время беременности Или при рождении Умирает Одна из 7 женщин В Великобритании Одна из 19 тысяч Почему? Потому что Смотрят Кесаро освещение Там Они не могут 19 А там 7 Каждую минуту В мире Выпивается 30 миллионов Литров Пива Каждую минуту Происходят 2 землетрясения Каждую минуту Умирает 10 Курильщиков Болезни Связанные С курением С курением Нюхательного Табаку Табаку Из 7% И 7% Женщин Более 1,6 Миллиона Человек Приведенные цифры Означают Что? Каждую минуту В мире В результате Нападения Гибнет Человек Нападение Теперь дальше По данным ВОЗ Я выписал Что такое ВОЗ Всемирная Организация Здравоохранения Можно Прочитать World Health Organization Who? Как бы Кто переводится Специальное Учреждение Организации Объединенных Наций Я был Там У нас Организация И шел Там И там Увидел Статуи В учетче Переход Мещина Орала Нью-Йорки Состоящая Из 194 Государств Членов Основная Функция Которого Лежит В решении Международных Проблем Здравоохранения Населения Земли Она была Основана В 1948 Году Со штаб-квартиры В Женеве В Швейцарии В специализированную Группу ООН Вместе с ВОЗ Входит ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций По вопросам Образования Науки И культуры Международная Организация Труда МОД ЮНЕСЕФ Фонд Помощи Детям Страна Страна Член ООН Становится Членом ВОЗ Приняв Устав Страна Не член ООН Принимается Членом ВОЗ Простым Большинством Голосов Генеральной Ассамблеи Здравоохранения Каждые 40 секунд Кто-то Из Жителей Земли Уходит Из Жизни Сознательно Кончая Жизнь Самоубийством 40 секунд И человек Один Повесился Убился 35 человек Убивают Каждый час В результате Вооруженного Конфликта За последнее Столетие Общее Количество Погибших В войнах И локальных Солокновениях Составляет 200 миллионов Это за столетие При этом На одного Убитого Вооруженных Конфликтов Приходится Еще 40 человек Получивших Травмы До разной Степени Тяжести И нуждающихся В серьезном Лечении Умножить Еще на 40 Надо В то же Время Не меньшим Злом Является Насилие В семье Слушай внимательно По статистике С половиной Всех Убитых Женщин Расправились Бывшие Или нынешние Мужья Или любовники В некоторых Странах Эта цифра Приближается К 70% А одна из Четырех Женщин Земного Шара На протяжении Всей жизни Страдает От сексуального Насилия Каждую Минуту От голода Умирается 11 детей 16 тысяч В день 6 миллионов В год Большая Часть Ледников На земле Тает С такой Скоростью Что уже К середине Этого Столетия Они Исчезнут Вот так И вот еще Скинули мне Вчера Это Как называется Живой журнал Андрея Кураева Принятом Вчера Межсоборном Присутствием Документе О церковном Браке В теме Брака С неправославными Первый тезис Гласит Кавычки Открыты Различие Религии Жениха И невесты Делает Канонически Невозможным Освящение Венчанием Браков Заключенных Между православными И нехристианами Четвертый Селинский Собор Четырнадцатая Ладикийский Десятая Тридцать первая Карфагенский Тридцатая Шестой Селинский Собор Семьдесят второе Трульский Собор Семьдесят второе Правило Под угрозой Отлучения Запрещать Православным Христианам Вступать в брак Не только с язычниками Но и с еретиками Все вроде ясно Но следно Без всяких Пояснений И опровержений Идет нечто Противоположное Это вот слова Которые видим Андрей Кувраев Пишет Дальше опять Кабычки открываются Вопрос О возможности Благословения Браков Православных Христиан С инославными Должен решаться В соответствии С ныне Действующими Определениями Высшей церковной Власти Нынешнее Определение Церковной Власти Соборы Вывалость Вообще не нужна Так В основах Социальной Концепции Рус Как православная Церковь указана Кабычки Исходя из соображений Пастырской Экономии Запомни Экономии Экономии Вот Вот это вот Экономия То есть Потворствование Разложение Иначе сказать Мразь Это допустили Все можно Я говорю Ну Ввиду Экономия Ну как Экономия Ну почему На 12-летних Не венчаете А тут Уголовный Кодекс Экономии Вот она Сблудила Женщина Правило Говорит 7 лет Отлученная Или 12 лет Почему не употребляешь Ну это Иначе никого В храме не будет Он знает Там на букву Б все женщины Стоят почти Дальше Русская православная Русская православная церковь Как в прошлом Так и сегодня Находит Возможным Совершение Браков Православных Христиан С католиками Членами Древних Восточных Церквей И протестантами Исповедующими В веру В три единого Бога При условии Благословения Браков Православной Церкви То есть Венчается Православной И воспитание Детей В православной Вере Хотя он и баптист Он баптист Согласен Полюбил И будет стоять Молиться Ну Владимир Рульянов То есть Крупская То он тоже Венчался Иначе ее Не допускали До него Когда он в ссылке Был Они с Надюшей Стояли Венчались Такой же практике На протяжении Последних Столетий Придерживается Большинстве Православных Церквей У старобрядцев У них нет проповеди Благовестия нет Но у них Только через Смешанные браки Полюбил там Или она полюбила Индейца Показывает Индеец И Ну Он согласился Стоит Ничего не понимает Они его Назвать Крестят Покрестили Индеец А дальше Видно У нас с ребенком Полуиндеец А он сразу Бросил Ушел Так Я согласен Со второй позицией Но сколько же Можно лицемерно Клясться В верности Трульским правилам Это наверное Андрей Кураев пишет Это не мои слова Зачем их цитировать В качестве Высшего авторитета Чтобы тут же Сказать нечто Им явно Противоречащее Пусть бы тоже Межсоборное присутствие Озаботилось Уяснением для себя И объяснением Для всей церкви Подлинных Отношений Церковной жизни К древним канонам Ну а я говорил Сколько 719 действующих правил 413 То есть 57 процентов Ежедневно Умышленно В каждом храме Нарушаются Ну почти Может быть Один-два Каких храмов Не нарушаются Народное христианство Иконы Гитлера Сталина Грозного Распутина Здесь будет идти речь Практически Только О непризнанных Официальным Московским Патриархатом Иконах Хотя И многие Кавычках Признанные Святые и иконы Ничуть не лучше Вспомнить Хотя бы Николая Второго Или столь активно Насаждаемый В столичной Православной Среде Культ Матроны Московской Сразу Хочу обратить Внимание На то Что все Пользователи Этих икон Называют себя Православными Православные Какие иконы рисуют Вопросом В храмах Не где-то В храмах Вопросом О том Насколько Эти Православия Совместимы Друг с другом Они Святая простота Не задаются Первое Иконы На политические темы Государственные деятели Иван Грозный Делай поближе Чтоб крупно было видно Дальше Вот Иван Грозный Вот отдельная голова Тут в принципе Можно обойтись И без Глубокомысленных Комментариев Действительно Если РПЦ Канонизировала Его предков Создателей Московского Государства Которые тоже Частенько Не стеснялись В средствах То чем же Иван Васильевич Хуже Более подробно Аргументацию Сторонников Обеления И канонизации Царя Ивана Можно просмотреть На сайте Правое.ру Дальше Икона Иосиф Сталин Вот смотрите Держит как бы Евангелие В руке Мещ у него То есть Они не отрицают Что это палач был У него Какой епископ Эти такие Епископ Семинарию Учился А да Настоящая Жемчужина Коллекции Это изображение И то не в цвете Я еле-еле Нашел Но попытки Церковного Печатания В кавычках Мудрого Богопоставленного Бождя народов Нашего Великого Союза Как он Именовался При жизни Архиеремии Московского Патриархата Не столь Уж И удивительны Достаточно Вспомнить Получившее Хождение Православные сказки О встрече Сталина С Матроной Впоследствии Канонизированной О крестном ходе Вокруг блокадного Ленинграда Об облете Осажденной Москвы С иконой Тихвинской Божьей Матери И тому подобную Жуков летал Вроде бы с иконой Тому подобную Чепуху Чепуху Врут и все верят Само собой Раз одни считают Святым Сталина То должны быть и те Кто считает Святым Гитлера Вот он Гитлер Адольф Гитлер Пальцы сложил Как это По-старобрящески И у него Видишь как Прижато Это все серебряные И тут СС и Тотенкомф Мертвая голова Тут челеп Один из СС дивизии Ну да Ну то что у него было Вот пожалуйста И вокруг не имп Икона то какая И тут у него кресты Тоже на плечах Вместо крестов Да А он как раз был ННР бы это у него было Верили там Связь с предками Оттуда мудрость черпать Мюнхенский написано Мюнхенский Мюнхенский Вот он где Когда одни православные Восхваляли Сталина Другие столь же безудержно Воспевали своего вождя Кавычки открытые И нет слов Нет чувств В которых можно было Боизлить Заслуженную благодарность Освободителям их И их вождю Адольфу Гитлеру Восстановившему там Свободу вероисповеданий Возвратившему верующим Отнятые у них Храмы Божии И возвращающему им Облик человеческий И кто-то подал в суд И суд решил Этот номер газеты Где икона его есть В виде свастика Там что-то есть Конфисковать Больше они еще не могли сделать Это в России Сегодня активными Почитателями Святого Адольфа Берлинского Являются члены Русской катакомбной Церкви Истинных православных Христиан Желающие могут Посмотреть журнал Ну давайте еще Посмотрим Сейчас нового святого Вот этот По порядку Вот Гитлер Смотрите какой он Я специально Вытащил сюда Мы можем увеличить Его Пожалуйста Вот он С каким копьем Какие у него глаза В руках Майн кампф У него Держит Не Библию Там Библию Вокруг Орлы И там все написано Святой Адольф Гитлер Адольф Гитлер Церковнославянский И вот на руке У него На рукаве Видно что Свастика Правильно? Да В галстуке Под носом сопливщик Эти волосы На левую сторону Ну то есть В общем И Майн кампф И солнечный круг Солнечный круг Майн кампф Вот посмотрите еще раз Вот он я Пожалуйста Так он не переворотом пришел За него голосовали люди Хорошо Хорошо Говорит сказано Дальше Вот посмотрите Кто? Покровитель лифтов Моторола Моторола Это Павлов Арсений Вот он Арсений И дальше еще написано Воин Мученик-воин Мученик-воин Палач Палач пишут о нем Палач Я не знаю Первый раз увидел У меня к нему отношения Ничего еще про него не знал Примерно как к музычке Сашке Белому Вот тот Там этот Одинаково Внутреннее Абсолютное неприятие Какое-то Отвращение Такое Видите Подпоясно Хорошо Ну да Подпоясно Хорошо Вот он Какой есть Вот пожалуйста Знаете Он у себя-то Не мог с лифтом Справиться А теперь он Все лифты Покровительствует Охраняет Ну то есть Безумия Никакого конца нет А почему Потому что Первое послание Коринфянам Четвертые Голы Пятые Си Говорит Чтобы не судили Никак преждевремени Доколе Не придет Господь И не осветится Крытое во мраке И тогда будет Похвала каждому Почему Потому что Никакой Кононизации И анафематствования Как Льва Толстого Не надо делать Мы не знаем Где кто будет Не знаем Ну канонизируют Пожалуйста Адольф и Гитлер Канонизировали Теперь Сталина Вот какого Канонизировали О Это так красивый Какой И Андрей Малахов Собрал у себя Там И Беседует Кто это делал Сидит там Один там Архимандрит Или монах Доказывает А напротив Андрей Кураев Ну и показывает Что Это неправильно Все Еще он пишет Придите ко мне То есть К нему К Сталину И защищайте Илюхин Там другие Зюганов Что тут у него еще И аз И аз Приду И вас любите Ну я успокою вас Идите к нему К Сталину Вот он успокоит вас В ГУЛАГе Ты 66 миллионов Задохнулась Сядь прямо Толкни ее Она упадет Она живая Нет В челюсть-то Отвисла Да Вот такое дело Ну вот мы Посмотрели Что Как это Беснуется Народ Пляшет Посмотрим Какие у нас Ресурсы Это вот Мой мир В моем мире Я сюда Перетаскиваю Каждый день Ролики Все У нас Что у нас Сколько Видео 5148 И фотографии 17971 Еще добавим В конце будет где-то То есть очень богатый Люблю этот ресурс Он уже не такой Как был раньше И дальше Православный У нас форум Очень большой Вот Чтобы найти Новое сообщение Надо давнуть На первую страницу Или вот Общий поиск Рамочка И найдете У меня Атаковали Роботы Последние дни Штук по 50 И никто не мог сделать Ну как Отбиться Они Там есть Пароль Где-то Ну и вот Завнажды Сегодня Первый раз Не было Никого А кто Занялся Сергей Козлов Парализован Уж мы тут Переписывались Я благодарности Ему Сколько Сказал Сегодня Это Вообще Удивительно Как он мог Это сделать Не знаю Ну вот Сегодня у нас Вот Вчера был Кто В ролике От Эритической Тьмы Сиктанкства Православия Приходит человек Дальше Вот Рассуждение О второстепенном Вот я просто Открою один ролик Откуда это взято Вот как раз Сидит Роман Беседуем мы И вот Говорится что Исследуйте Писание Ибо вы думаете Через них Иметь жизнь Вечную Иоанна 5.39 Разве Не это главное Делает Роман И Игнатий Тихонович Это и есть Самый верный курс И даже Марк Твен Их в этом Не переубедит А по сути Это спор Как о Филиокве Для верующего Ничего не меняющий Поэтому это Даже не спор Вот видите как А еще Мы читали Это вот Мяч Называем Мяч круглым И проще Вот оно Откуда взято Это Ну действительно Отсюда мы взяли Ну и Самый большой У нас ресурс Это Во свете Библии Православный Библейский сайт И самое ценное Вот это Ответы 4124 Мы сейчас Рассматриваем Церковь Папка такая Что о церкви Говорено было В наших книгах Это оттуда берется Вот я как делаю Ctrl-A Представляю Ctrl-S Копирую Открываю Новую страницу В орде Раскрываю Ctrl-S Ставлю Ctrl-A Активирую И после этого Уже Вот так вот Увеличиваю До 20-го размера Шрифт Считаем Вопрос 2254 9-й том Открытый МОК Есть те Кто сразу же Отошел от РПЦЗ Вернее Тех Кто предал Прежний курс Ее А есть те Кто борется Внутри ее За чистоту Православия Вам кто ближе Ответ Мне дороже Ответы давал Университета Где мне задавали вопросы Мне дорогие Те и эти Отошедшие Дали прекрасный толчок Задуматься Гордым архиереем О своей тактике Деспотизма Оставшиеся при лавре Не почивают На прежних достижениях И лаврах Но Пытаются призвать К совести Оставшихся Я сам Среди этих вторых Но что будет дальше Ни те Ни другие За образец Не берут Апостольское учение А давят До революционному Как старобрядцы К дониконовским свечам 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 И Владимиру Владимирову Ладану Нужно вернуться К чисто Евангельскому учению К Евангельской вере Сегодня никто Из православных Этого не добивается Открыто Ибо тут нужно Чудо Божие Римлянам 10.19 И еще Спрашиваю Разве Израиль Не знал Но Первый Моисей Говорит Я возбужу В вас Ревность Тем не народом Раздражу В вас Народом Несмысленным Римлянам 11.14 Не возбужу ли Ревность В сродниках Моих по плоти И не спасу ли Некоторых Из них Это как Эпиграф Беру Обращение Духовенства К архиерийскому Синоду Кавычки открыты Мы Священники Русской Православной Церкви За границей Верны Ее чадо По призыву Совести Собрались 12.25 По новому июня 2004 Года В приходе Храма Памятника Святого Равноапостольного Князя Владимира В Джаксоне Нью-Джерси За благословение И в присутствии Первого иерарха Митрополита Лавра И секретаря Синода Епископа Гавриила С целью Обсудить Церковные События И действия Последнего Времени Имеющие Прямое Отношение К самому Бытию Нашей Зарубежной Церкви Мы глубоко Озабочены Очевидной Стремительностью И снисходительностью С которой Воспринимается Сегодня вопрос О воссоединении Зарубежной Церкви И Московской Патриархии Без учета Тех стремлений Верующих Иклира Которые Хотят видеть Этот Назревший Процесс Объединения Проводившимся С учетом Правды Церковной И Истины Вероисповедной На повестке Стоит вопрос Будущего Зарубежной Церкви И решение Судьбы Церкви Быть Или не быть Не может Зависеть Только от Большинства Голосов Необходимо Иметь Единогласное Волеизъявление Всех Членов Нашей Церкви Несоблюдение Этого Принципа Непременно Приведет К пагубному Расколу В Зарубежной Церкви Еще не знали Ничего Уже 13 Юрисдикций Появилось Тогда еще Не было В желании Всеми силами Избежать Этого Трагического Перелома Мы собрались Ныне Чтобы засвидетельствовать Нашу глубокую Озабоченность Будущим Зарубежной Церкви И в присутствии Нашего Первого Иерарха И секретаря Синода Высказать Те условия И ввеждения Которые В нашем Понимании Единственное Могут содействовать Правильному И справедливому Решению Вопроса Соединения Двух частей Русской Церкви И которые Должны Составить Идеологически Непреложную Для обеих сторон Платформу Договора И действий Первое Мы высказываем Благодарность Богу Давшему Русскому Народу Силы Свергнуть На конец Иго Безбожного Коммунизма Второе Да на народу Дал силу А ничего Этого не было Никто не давал Собрались Пьяные С Ельцином Беловежская Пуща Все Утром встали И уже Советского Союза Никакого нет Пришло время 72 года Рабства Не ценили Ни царя Ни того Что в России было И Бог Удал 72 года Вавилонского Пленения Мы Водушевлены Растущим Процессом Восстановления Святынь Храмов Монастырей И памятников На Руси Широким Распространением Духовно-нравственной Литературы Возрождением И прочих Церковных Предприятий И заведений То есть ничего нет Благовестия нет Вот они Пожалуйста За рубеж Они ничем Не отличаются Храмы Святыни Памятники Заведения То есть ничего нет То есть это Выдуманная Религия О Христе Речи даже нет О проповеди Нет Об обращении Нет О рождении Свыше Нет А водителям Духом Святым Нету Ни слова Третье Мы считаем Что разделение В русской церкви Не было вызвано Только событиями Гражданской войны 1917 года В последующей эмиграции Русских за границу Где они обосновались Церковно На канонических Началах Добавим мы Как сейчас Упорно проповедуются В российских Церковных кругах Главное препятствие Заложено В несовпадении Наших убеждений По вопросам Сергианства И экуминизма Да Мы верим Что единомыслие Могло быть легко Восстановлено Если руководство Московской патриархии Могло признаться В том Что злополучная Декларация Митрополита Сергия Строгородского 1927 года Поставившая Церковь Подчинение И лояльность Безбожной Советской власти Являлась Изменой А не якобы Спасением Русской церкви От уничтожения А почему не соглашаются Так а теперь Эти которые Они все там Сотрудники КГБ Краснопогонные Ярочекисты Не крестятся А звездятся Как Войнович говорил Не наше дело Судить Слабовольного Митрополита Сергия Так как Он предстал Пред судом Божиим Но Московская патриархия Должна Исполнить Правду Не оправданием Декларации А согласием Признать Это печальное Явление Посадили Все враги Все враги народа И они все Враги 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 В истории Мировой Не было Чтобы от славы Своей От мучеников Исповедников Церковь Отрекалась И предавала Их врагам Предатели Церковь предателей Или мирская Религиозная организация Первое Истинно Православные Христиане Признают Что Экуменизм Является Великой Ересью Последних Времен Которые Проповедуют Фактическое Упразднение Единой Истинной Церкви Христовой Большим Препятствием К единению Является Активное Участие Московской Патриархии Во всемирном Соевете Церквей С генштабом Всемирного Экуменизма Причем Все время Приходится Слышать Что членство Московской Патриархии Во всемирном Совете Церквей Продиктовано Сображением Православного Свидетельства Миру Это обман Сплошной Обман Второе Неблагоразумнее Ли было бы МП проявить Искреннее Желание Отойти От участия В сериетическом Сообществе Не на словах А на деле Выходом Из ВСЦ И осуждением До ложной Теории Ветвей Церкви А заодно Смирить Проэкуменическую Деятельность И вне ВСЦ А тут Монахи Большую роль Сыграли В Грузии Подняли Бунт Монахи И патриарх Илья Второй Сразу Вышел Оттуда Все Это тоже Монахи Не Бунт Говорит Не Сталина Канонизирует А вот здесь Выйти из Экуменизма При При устранении Этих двух Коренных Разногласий И возможно Только подлинное Единение Русской Православной Церкви В духе Истины И братской Любви Такая Платформа Церковной Идеологии И нравственного Стояния Является Тем Минимальным Условием Без соблюдения Которого Немыслимо Истинное Единомыслие Это положение Должно быть Учтено Двумя Согласительными Комиссиями Зарубежной Церкви И Московской Патриархии Надо сказать Что время от времени И со стороны Патриархийных Кругов Раздаются Здоровые Голоса Что и вселяет В нас Упорное Желание Вырабатывать Необходимое Согласие Мы считаем Что совместное Евхаристическое Служение Может быть Установлено Только как Завершение Установление Единомыслия А не как Начало Этого Процесса У святой Чаши Можно Соединиться Только в Единомыслии Полном А не Переставляя Это Непреложное Требование Совести И веры На какое-то Неопределенное Пусть и Желанное Будущее Время Вопрос Управления ЗЦ в будущем Если Произойдет Соединение Должен быть Предоставлен Компетенции Поместных Соборов ЗЦ и МП Ну и дальше я сейчас покажу Где Просто Тормозните И прочитайте Больше считать не будем Это документ Все-таки Вот Ознакомьтесь с ним Только подписали Люди Это все-все Выписано Прочитайте Кого это заинтересует Это большой документ Вот так Это священномученик Дамаскин Сергию Ужаснитесь Ответственности За угасание Вер в массах Произведенной Вашей декларацией И стихотворение Считай Предположить Он и чудотворный Воскрылье Монахов В обнимку Степиконом И Триодию А может быть Уверов Со страху Запроповедовали бы В своем народе Могу предположить Могло случиться Посланники От Никона Смытьяна Уверов Вернулись Собор Собор Решил Лечиться Вернуть К Евангелию Всех И все Начать Сначала Тогда В семнадцатом Когда проклятый Ленин Стал обольщать Обольщать Царя Тащить В кутузку Обольщать Царя Тащить В кутузку Кухарков Разумило бы Полыся Не поленом Широкий Путь Забыл он И полюбил бы Узкий Просчитай Снова Мял Мял Да Тогда Тогда в семнадцатом Когда проклятый Ленин Стал обольщать Царя Тащить В кутузку Кухарков Разумило бы Полыся Не поленом Широкий Путь Забыл он И полюбил бы Узкий Он говорил Любая Кухарка Может Управлять Московская Рахитичная Лжет Патриархия К объединению Облизываясь Тащит нас В объятиях А мы Бы к ней С Евангелем И воскрес Рахитик Из-за Каменизма Вылезли бы И мы Родные Братья Вот о чем Речь идет Дальше Ну тут Соединение ЗЦ И МП Может так Да Пиши Церковь Соединение МП РПЦЗ Так Так Я тебе Оставлю Отдельные Файлы Хорош Снова Дальше Идем У нас еще Время Есть Вот Теперь Вот одно Снова Контур ЛС Скопировали И скорее Тащим Страничку Ворда Мигом туда Раз Видишь Как у нас Все ловко Получается Ну вот Давай Теперь О чем Вопрос 2353 Я не знаю Это в интернете Есть или нет Чтобы вот так Вот было Вопросы Ответы Под номерами В какой книге По моему Это все оригинально Я этого не выдумал Так оно получилось Десятый том Открытым оком Что это за решение Патриарха Тихона За Номер 362 На который Ссылаются Все раскольники Все отделяющиеся От патриархии Или друг от друга Почему его Не печатают Нигде Ответ Ответ Его и боятся И любят Я отвечаю В университетах Милиции В воинских Шестях Где был И в нем Есть много Дырок В которые Любая крыса Просунет голову Дальше Постановление Святейшего Патриарха Священного Синода И Высшего Церковного Совета Православной Российской Церкви От 7-го 20-го Ноября 1920-го Года За Номер 362 Кавычки открыты По благословению Святейшего Патриарха Святейший Синод И Высший Церковный Совет В Соединенном Присутствии Имели суждение О необходимости К дополнительно Преподанном уже В циркулярном письме Святейшего Патриарха Указанием На случай Прекращения Деятельности Епархиальных Советов Преподать Епархиальным Архиереям Такие же указания На случай Разобщения Епархии С Высшим Церковным Управлением Или прекращения Деятельности Последнего И на основании Бывших суждений Постановили Вот теперь Все это сравнивали Апостолов гнали Все были в росте Никаких постановлений Не отдавали Каждая община Сама руководилась А не так Им нужно теперь Вот это папство Чтобы было всегда Патриархия Циркулярным письмом От имени Его Святейшества Преподать Епархиальным Архиереям Для руководства В потребных случаях Ниже Следующие указания Первое Случай Если Священный Синод И Высший Церковный Совет По каким-либо причинам Прекратят Свою церковно-административную Деятельность Епархиальный Архиерей За руководственными По службе указаниями И за разрешением дел По правилам Восходящим К Высшему Церковному Управлению Обращается Непосредственно К Святейшему Патриарху Или к тому лицу Или учреждению Какое будет Святейшим Патриархом Для этого указано Теперь я дальше покажу Сами считайте Смотрите Что здесь есть Главное что Без руководства Не могут Никак Никак А теперь Какие-то условия Препятствия Клини Взяли Расстреляли всех архиереев И все Почти 200 голов Отлетело Что там спрашивать Когда задача была Вот теперь Вначале новое правило Писать А Евангелие Даже не поминают И о Христе Речи вообще нет Вот Просчитайте И вы увидите Они с высшим образованием Все Вот откуда сегодня Все это такие Грамотные Это люди Архиерейские капель Разделением Тормозните И просчитайте По пунктам Это нас не касается Ну и вот Теперь я бы И к этому Даю Эпиграф один А эпиграф Тут тоже можете Просчитать Но во всяком случае Можно даже Просчитать Просчитаем давай Второе пароль Напоминал 25.16 Когда он говорил ему Царь отвечал Разве советникам царским Поставили тебя Перестань Чтобы не убили тебя И перестал Пророк Сказав Знай Что решил Бог погубить тебя Потому что Ты сделал сие И не слушаешь Совета моего Он не слушает Вывод А то тебя решили убить Притча 1.30 Не приняли совета моего Презрели все Обличения мои Михеев 6.16 Сохранились У вас обычаи Амврия И все дела Дома Ахавова А вы Поступаете По советам их По советам Советские НКВД Там КГБ Что скажет То и делали И предам Я тебя Опустошению И жителей Твоих По смеянию И вы Понесете По руганию Народа моего Не предам А предам 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 тебя Дальше Монархию хотят восстановить Но добровольно Кто же согласится А значит Снова море крови лить И в первый класс В стране идти учиться Неужто Ничему не научились Белогвардейские Российные толпы Бессильным Только накопить бы силы Ударить красных Чтоб не собрать осколков Монархи Им мерещатся На троне В непобедимом Православном духе В Константинополе Ждут мусульман С поклоном Какой им дух То нашептал На ухо Христианин Любой Есть царь Поверь Он царствует Над плотью Над грехами Цари же все Козявки То есть черви И черви съеденные Как бы не раз Слыхали Доверься Богу А уж он нам даст Пигмея лысого Усатых людоедов Саул И на священников Издаст приказ И страшная звезда Взойдет на нас Кометой Как и Егове Будет то угодно Благословить Правителям Бесправным Из прежних полукровок Сверхпородных Или иного Кто явно сядет В храме Мгновенно Мгновенно Обрушение Без опоры Не сберегли Готового монарха Защитники Царя По заграничным нормам Порастеряли Спесь Фамильную От страха Так Верующий Быть царем Не может Царь должен Быть и деспот И тиран Железный Натягивая Вожжи Порядок Навести В стране И не бояться Стран Кто из Стран Не бояться Никого И кто из Сектантов Мусульман Буддистов Захочет Православного Царя Свободы Жаждут люди Звери Птицы И все Раскаются Что воцарились Зря В стихотворении Я называю Проповеди В стихах Я написал Все Все Номер 362 Указ 362 Ну давай Церковь Указ 362 Видите Какой богатый Материал Дэм Такие вопросы Давали мне Поэтому я приходил На занятия Во всеоружии Потому что там сидели Профессора И кого только не было И вот сейчас Снова Берем Открываем В городе Страничку Копируем Выделяем Переводим Больший Размер Двадцатый Считаем Вопрос 3000 2399 Десятый том Открытым оком От вас Из общины Уходят Иногда Люди Заметили Вы Какие-то Характерные Черты Тех Кто уже склонен К этому уходу И можно ли Спрогнозировать Куда они уйдут И что дальше С ними будет Ответ Тут три Ступени Ропот Начинает Таиться То есть Пропускает Богослужение И не ходит На занятия И наконец Бегство Вот три пункта Ропот Таиться Бежит Это я сам Специально исследовал Все одинаково Все до одного Абсолютно Одинаковые Стадии Отмирания Члена Как правило Что-то Выискивают Во мне В батюшке В общине В порядках В церковном Руководстве Что они Пошли на сближение С московской Патриархией То есть Нас обвиняют В этом Что мы С московской Патриархией Тут Пачками Уходили Мы никогда И никого Еще не удерживали Но отсекать Приходится Так как Они начинают Наводить Смуту На других И хотя до этого Эти Алены Были самыми Дохлыми Их нигде не было видно А тут у них Вдруг прорывается Нечеловеческая активность Они хватаются За какие-то Интересные Интернетные Сообщения Выдирают Каноны Ни к селу Ни к городу И даже Грозятся Чем-то Хамят Напропалую Старшим И давшим Им Бесчетные Благодеяния Да Тут они Познакомились Тут вышли Замуж Женились Все Это все По боку То есть Сатана Полностью Берет Только увидели Лавр сидит С патриархом Алексеем Вторым Ничего больше Не было Все И они Сразу Но до этого Пропускали Богослужение Потом они Отходят Чуточку Помягчеветное Время Просят Даже прощения Что так Вели себя Некорректно Но бес Уже залез В свою Каморку Это Временное Затишье И вот Они снова Начинают На кухне Промывать Меня и батюшку И наконец Гниение Достигает Такой кондиции Что задыхаются И их дети И делаются Как бесноватые На работе У них вдруг Занеладилось Там они Орут Кричат Ведут Безобразно Себя По волче И наконец Уходят В патриархию Или к баптистам Или к старобрядцам То есть До двери Одинаково А дальше Выходят Все в разные Места Идут Сатана Яс Яс Уберет И как Семь И сеет Иногда Уходят К католикам Потом Это перехождение Будет идти Безостановочно Вниз У них Всегда Срабатывает Синдром Покинутой Изгнанной Жены Когда Уже За ее Мокрый Хвост Муж Выпнул Ее Она На работе Своим товарком Горько Жалуется Ведь понятно Было Что он у меня Колено Под зад Выпрет Так что Так что Я не ушла Плюнув Ему В рожу Тогда Я могла Всем Сказать Что я Его Покинул А не Он Меня Теперь Он Всем Рассказывает Как Я Скатилась По Лестничной Площадке Обидно До Слез Почему Я не ушла Раньше Почему Надо было Раньше Уйти Чтобы Он Был Мной Покинут Вот Такая Же Ситуация И С уходящими У нас Кроткий Батюшка И он Упреждающие Меры Редко Выдает Как Правило Он Все Ждет Что Может Быть Обезумевшие Образумятся Может быть Все Как То Уляжется Утишется Я Ж Всегда Стараюсь Упреждать События А Не Идти По развалинам И по уголькам Я считаю Что Таких Смутьянов И нахалов Нужно Проводить По всем Ступеням Церковного Увещания И безжалостно Отрезать Ибо Они Уже Спеклись Нецельно Заразны Судей 20.13 Выдайте Развращенных Он их Людей Которые В Гиве Мы Умертвимых И Искореним Зло Из Израиля Но Сны Вениаминовы Не хотели Послушать Голос А братьев Своих Сынов Израилевых И что Там Чего там И чем Это Кончилось Евреям Теперь Вот эти Места Писания Я открываю Можно Прочитать Будет Итак Евреям 12.15 Наблюдайте Чтобы Кто Не лишился Благодати Божией Чтобы Какой Горький Корень Возникнув Не причинил Вреда И Чтобы Им Не осквернились Многие Притча 29.19 Словами Не научится Раб Потому что Хотя Он Понимает Их Но Не Слушается Исай 26.10 Если Нечестивый Будет Помилован То Не научится Он Правде Будет Злодействовать В земле Правых И Не Будет Взирать На Величие Господа Третье Царство 2.35 И еще При жизни Давид Завещал Соломону Говоря Вот у тебя Семей Сын Геры Сына Иеминиина Из Бахурима Он Злословил Меня Тяжким Злословием Как я Шел Монахаим Но он Вышел На встречу Мне у Иордана И я Поклялся Ему Господом Говоря Я Не Умертлю Тебя Мечом Ты Не оставь Его Безнаказанным Ибо Я его Не убил Ну а ты Не оставь Его Безнаказанным То есть До смерти Держал в сердце Эту горькую Обиду Ибо Ты Человек Мудрый И знаешь Что тебе Сделать С ним Чтобы Низвести Седину Его Крови Преисподнюю Вот так И Соломон Так Вызвал Его И предупредил Из города Не выходить У него Два раба Убежало Он забыл Все Пошел Рабов Привел И тогда Соломон Вызвал Я тебе Говорил Ты дал Согласие Дал Убей Его И тоже Его убили И все По смыслу Этого стиха Так Как я его Применяю По отношению Отмерших Отпадших Что у них Всегда Срабатывает Синдром Блудящей И отвергнутой Жены А у нас Синдром Умирающего Давида Пока Не притворяется В дело Чтобы не отпускать Их По собственному Желанию Но необходимо И обязательно Ставить С печатью Запись В их трудовой Книжке Что они Уволены За брак И за прогулы И неизвергнуты Из общества Верных Их поведение Напоминает Поведение Людей Которые Плыли На корабле Спали Беспробудно И вдруг От толчка В соседнем Кубрике Проснулись Уже почти До хребта Истлевшие Вылезли На палубу А тут Свежие ветры Дуют Ветры Ну ветры Ветры Дуют Их Зазнобило 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 А молиться Не умеют И в них Вошел Демон Они краем уха Услышали Что их Капитан Епископ Был на соседнем Острове И с кем-то Не то ел Не то беседовал Или молился Они Ни минуты Не раздумывая Сиганули Через борт Увидя На горизонте Дым И подумав Что это уж Конечно Самый старый Престарый Выверенный Корабль И они на нем Довольно скоро И безопасно Докарабкаются До цели Это я так Представляю их Дальше Остановись Мгновение Говорим Отпечатлев На фотопленке Данный случай Поправит Лямки Путник Пелемгрим Портянки Просушив Свои Анучи Анучи Это портянки Как раз Уйдет Запорошит Последний след Оставив Тот щелчок От аппарата Побед Прошедших И грядущих Бед На снимке Следующим Прорастет Утрата То есть там уже Этого не будет На снимке Его не будет Утрата Мгновение Ступени Но куда К вершинам Совершенства Или в пропасть Быть может Это факты Для суда Экспертам На анализ Нашу роспись Мгновение Это не рисунок Не портрет Когда позируют Томительно Часами На каждом фото Внутренний секрет Невидимой души И в нем Как раз Мы сами Неискаженные Гримасы черты В надуманных Кривляниях И ужимках Легла печать Чужой Дурной среды Которая Нам голову Вскружила На первых Черно Черно-белых Так серьезны Прабабушки В своих Длиннющих Платьях Их ждет Война Потери Раны Слезы Вполне Мы знаем Как с лихвой Заплатят Застывшие Мальчишки В удивление В начале На фотовыставке Христу Слышим Пенье Ты понял Какое Техторие Много Заложено Много Много Вот это Которые Там где-то Смеются То другое То придет Время Они Забудут Своих Идолов Выбросят А тут Будут Искать Ответ Тут Ропот Тайна Уход Я не знаю Давай Церковь Ропот Уход Сейчас Еще Одну Возьмем Может Два Хорош Снова Возвращаемся Видишь Какие Большие Control Открыть Развернуть Вставить Выделить Увеличить Вот такие Слова И они Уже Все Готово Пожалуйста Легко Снимать И легко Считать Уже До 11 Тома Добрались Вопрос 2410 11 Том Открытым Оком Почему Влияние Духовных Академий Семинарий И училищ Духовных Не имело Большого А вернее Почти Никакого Влияния На народ В России Перед Революцией Да и сейчас Та же Картина Это мне Вопрос Записка Я Слышу Не все И поэтому Записка А дальше Ответ Какие Семинарии Или Академии Заканчивали Апостолы И пророки А сегодня Академии Почитаются Как наследники Некой Харизмы Особой Благодатности А что за Язык У этих Профессоров Академии Для кого Они пишут Свои труды Он сам Не сразу Стал Такой Торбой С иностранными Словами Тоже Заучивал Эти слова Выкрутасы Слова Эквилибристы Запомнил Их Потом Начал Ими Засорять Свои Писульки И про Народу Забыл А если Помнил То только В том Смысле Что будет Он видеть Ошарашенные Глаза Своих Слушателей Которые Ничегошники Не поймут Такой Торобарщиной Он Пересыплет Свою Мертвичину Что Его Карпения Даже В навоз Не годится Так как Нет В нем Соли Божественных Писаний А есть Дутые Пузыри Дымного Надмения Мира Вот Ответ Вот вышла Книга Карташова Вселенские Соборы 686 Страниц Фонд Православная Жизнь 2002 Год Город Клин 5000 Экземпляров Дальше Только на первых Страницах Такой Словарь Кавычки Открыты Метафизическая Сатериология Эмпирический Психологический Иррациональный Триодология Математический Монотеизм Органический Укоренная Дефективность Субординатизм Пластическое Мышление Трансцендентные Жеменный Гносис И так далее И тому подобное Ну как Слова эти Знаешь хоть Дальше Первое Коринфянам 14.2 Ибо кто Говорит На незнакомом Языке Тот Говорит Не людям А Богу Потому что Никто Не понимает Его Он Тайно Говорит Духом Этот же Мудрец Говорит Не Богу И не людям И сам Создает Тайны Своей Профессии Тайну Своей Кормушки Тайну Своего Надмения Грамотностью И таких Заковыков В голове Сколько Сегодня Засело В академиях И семинариях Сравните Со словом Библии Их Вычурность И замученность Грамотностью Исаи 57 12 Я покажу Правду Твою Дела Твои И они Будут Мне В пользу Тебе 1 Коринфянам 12 7 Но Каждому Дается Проявление Духа На пользу 1 Коринфянам 14 6 Теперь Если Я приду К вам Братья И стану Говорить На незнакомых Языках То Какую Принесу Вам Пользу Когда Не изъясняюсь Вам Или Не изъяснюсь Не изъяснюсь Вам Или познанием Или пророчеством Или учением Не об этом Ли профессоре Писал Мне Первый Иерарх РПЦЗ Это Карташов Родился В 1875 Году В России Доктор Церковных Наук Обер Прокурор Синода Временного Правительства Член Поместного Собора Это Очень Большой Человек В 1917 Года Видный Общественный Деятель Русской Эмиграции Скончался В 1960 Году Письмо Митрополита Виталия Устинова Митрополит Мне пишет Рукой Светлый Четверток 1991 Год Кавычки Открыты Если вы в России Гонимы были То мы здесь Тратим невероятные силы Чтобы сохраниться В правой вере Нас окружает Совершенно Чужая И чуждая Атмосфера Которая стремится Нас Растворить В себе Молекулярно Разложить По всей вероятности Россия Покинула До 7 миллионов В душ А где Эти 7 миллионов А осталось До полмиллиона Но зато Верных Чат В царской России К сожалению Тоже гоняли Архиереев По всей России Под бдительным оком Оберпрокурора Но мы от этого Избавились Все наши Приходы Теперь в России Живут И будут Жить Нашей нормальной Жизнью Так как И мы Живем здесь За правилы Московской Патриархии Это самые Настоящие Лютые Внутренние Враги Русского Народа И недалеко То время Когда мы Их объявим Безблагодатным Сборищем Это он Мне письмо Пишет Я помню В нашем Монастыре Где я Подвязался Нам Преподавал Знаменитый Профессор И вот Наш Настоятель Попросил Его Проповедовать Благо Что как Карташов Он был уже В стихаре Как и Подьякон Так Вот этого Карташова Впереди Что читали Вот есть И он Мне пишет Митрополит Его Проповедь Была Интересная Насыщенная Мыслями Но тепла И с ней Убедительности Не было Не было Но тепла А с ней Убедительности Не было Вот почему Я вам советую Принять Сам священника Конечно С другой стороны Вас уже Как папа Не пустят Может быть В казарм Или тюрьму Или в офицерский клуб Ну а все таки У нас назначен Епархиальный съезд Духовенства И представителей Отмеря На 10 мая Было бы желательно Вас видеть На этом съезде Для чего мы вам присылаем Приглашение Уже нами Неподписанное И сразу Начать хлопоты О заграничном паспорте И визы Для въезда в США А заодно И в Канаду Все это было сделано Это очень необходимо Из-за количества Крестящихся В России И по причине Безобразного Крещения Массы людей Без всякого Приготовления Вне С частной Московской Патриархии Если можно Так ее назвать Ваше присутствие На съезде Было бы Крайне желательно И для всех Полезно Призываю на вас Божье благословение Ваш искренний Доброжелатель Митрополит Виталий То есть у нас близкие отношения Было Я с ним рядом молился И что интересно Мне говорят Такого с ним не видели Когда я приехал Куда-то мы поехали Я не знаю В Наяк кажется Где-то Большая Так как подиум Где выступает Кафедра Микрофон И народу Они объявления Заранее сделали Народу много собралось И я в это время говорил Видимо его тронул Он в первом ряду сидел Лежу Он поднимается Еще довольно бодро Подошел у меня Микрофон взял Сказал Я вам говорил Сколько Наконец-то Я слышу Другие говорят И повернулся Пошел Я опять стал говорить Маленько Пойдем Он опять Подошел к этому К возвышению Поднялся Опять микрофон взял И когда молились В синоде Я стоял всегда рядом С ним Он с левой стороны Я у него с правой стороны У него такая как Городушка была Чтобы держаться было И потом отдельно Мы сколько были у него Сколько он мне книг дал И там Роснянская Которая помогала Людмила Она пришла Вы что тут делаете А у него из кабинета Выйдешь Тут на лестничной площадке Я книги паку И сразу два экземпляра Вон два у меня И батюшке Я говорю Владыка мне дал Она ухаживала Так Никуда не уходите Я сейчас Зашла Она к нему А он уже Ну я его Зазомбировал Как говорят Метрополит Метрополит Он мне книги Эти самые Редкие Старые В двух экземплярах Дал И она Ладно Забирайте все отсюда Но я и так забирал Она очень властная Такая была Со мной ходила И кое-где Она мне путь перекрыла Я так считаю Ваша присутствие На съезде Было бы крайне желательно И для всех полезно Могу я этим Другим Городство Познакомить Дать Дальше Стихотворение Голосовые связки В нашем горле Орган и опера И слезные моления То воркование Миниатюрных горлец То смех Расшаркивается Бравурным коленцем Наш голос Возвышает нас Молчанием А часто крик Не слышим Даже сами Наполнив стрелами Каленными Колчан сей Сравняемся Полают даже С сами Чему мы Предпочтение Отдаем На что Потребим То баритон То дискон Псалом Давида Утром пропоем При читативе Слезным На поклоне Низком Наш голос Сохраняется На пленке И после Нашего прыжка В струну молчания Зависит От здоровья Наших легких От высоты Настроя Что в начале Резкий взмах Руки Изрыгнут нам Пустых словес В полузабытии И даже Ненароком Без чести В них А может Слава Честь Когда устами Нашими Трубят Пророки Апостолов Ненароком Ты чувствуешь Как они Легко Идут Слова Как они Ну пусть Как рифмуются Вот почему Мне кажется У меня самые близкие К кому подходит Это Константин Битрич Бальман Я никого Больше не нашел Чтобы вот С такой легкостью Шли эти стихи Пушкин Там десятки раз Перечеркивает Почему Я молился И считаю Что здесь Заложено Очень и очень много Так о чем Академии Семинарии Тут вопрос Давай Церковь Тогда сейчас Мы перейдем Чуть-чуть Маленько В другой этаж Сейчас Карташов Напиши Лучше Видишь Как он С Карташовым Сравнил Вот А вам он То не говорил Нет Не говорил Не говорил И мы Сразу Мгновенно Сроднились С ним Сроднились Так Как будто Мы все время Рядом были И он Меня понял Просто Во всем И человек Говорит Я в одних Жил У Орлова Никиты Феоктистовича На квартире А у них На квартире Или как С ними Вместе Жил Комната Была Отдельно Там Я видел Там Компьютер Стоит Архиепископ Антоний Синкевич До этого Он В Израиле Был Я слышал Как он Английском Проповедовал Не особенно Так И мы Гуляли С ним Каждое утро Я свои Материалы К истинному Православию Тогда было Еще в газетной Газетке Эти давал И он Все До одной Одобрил И однажды Приходим Им я говорю Владыка Дорогой Шли мимо Банка И он Зашел И деньги Снял Мне отдал Почти все Да вы что У него Снега Не выпросишь Среди зимы Да я говорю Вот так Ну да Зазомбировал Ее Дорогой Пока шли Как говорят И все А он Самый строгий Из всех Архиереев Был Это Господь дает Когда Богу пути Человеку Угодный Говорит Он и врагов И вот Примеряет с ним А это были Не враги А друзья Ну а теперь Давай-ка Почитаем Это у нас Интернетная 35 Значит В книжном Варианте 34 глава Сера А почитай Так Первый стих А сне Мне хочется Сказать Что такое сон Почему у меня Сегодня Сегодня у нас 27 января 2017 года Пятница И на пятницу У меня был сон Так Пустые И ложные Надежды У человека Безрассудного И сонные Грезы Окрыляют Глупых То есть Если окрыляют Надеются Тогда пустые А просто Видел и видел Как обнимающий Тень Или гонящийся За ветром Так верящий Сновидение Не верю И знаю Что нельзя верить Верить только Тогда Когда есть Ты там Видел Крест Или распятие Видел Тогда от Бога Сто процентов А то Ян Косян Говорит Сновидение Совершенно То же Что подобие Лица Против лица От нечистого Что может быть чистого И от ложного Что может быть истинного Гадание Приметы И сновидение Суета И сердце Наполняется Мечтами Как урождающие Еще не родила Уже думает Сын будет Допоять Докормят Если Что может быть истинного Что может быть истинного Я говорю Владимир Владимир Владимирович Вот вы все это делаете Стараетесь На галерах Там как прикованные То другое Это о душе Почему не думаете Это Ну я как-то Вот как-то так Это Я опять начинаю Гляжу О, ему не понравилось Это Я ему говорю Умрешь Весь мир Приобретешь Сирию Там победишь Этим Напитанный Все время Смотрю Эти ролики И с ним разговариваю Ну настолько это реально Он рядом И главное Тут виноват Володя еще Где он Володя-то у нас Володя Вот выйди сюда Чтобы не видно было Ты стоишь Вот в этом месте А я тебе говорю Ты Моя еще тебя Ну ты Центрографируй В какой простой Обстановке мы А ты вот так Мощешь нельзя Тогда я прямо Голосом говорю Ну что тебе стоит Заснять-то Я другим покажу Что он в гостях У меня был-то Говорят ему Никто никогда Не скажет о Христе Чтоб все увидели Что я говорю Мне не надо пиариться Там или чего-то Дальше это место Я не пойду А ты вот такие глаза делаешь Я понял Что что-то батюшка Тебя опять заблокировал Думаю зря Пока я крутился Что-то Он уже на улицу вышел Я даже не пошел Его провожать И думаю Неправильно я сделал Конечно Надо было Я походил Вернулся Прихожу А он у меня опять здесь Откуда он вернулся Не знаю Но тут я ему уже Начал накладывать Говорится за пазуху В карманы В котомку Все Говорить о Боге О положении в стране Это во сне Притом Я сегодня В два часа встал С интернетом Работал И все сделал В полтретьего прилег И в это время Все это увидел Батюшка наш Видит сон Точно так же В деревне было Где-то встреча Что-то И Путин И Путин И Путин его спрашивает А как там Игнатий Тихонович Все ли Ладно Так у него Ну Батюшка ему Рассказывает Батюшка встал Этот сон Рассказывает Где-то Это сон Но если бы Только сон Я как-то говорил Если мне говорят Ну вот если бы Путин к вам приехал И все Вот что бы вы Попросили у него Одно просьба Только одна А я говорю Я даже гадать не буду Первое Что я попросил бы У него Не денег Денег может быть У него на меня нету Я не думаю Что у него вообще Денег нету Но Я бы сказал Сделайте известно Мой сайт Дайте указания Чтобы во всех Абсолютно Люди через это Придут к нашим ресурсам На наш ютуб На наш сайт Вот События дня Они все это будут считать Вот Какая у меня была К нему просьба Ну А тут думаю Когда проснулся И опять Второй раз я его вижу Два раза я его видел сегодня И думаю Эх зря я ему не сказал Про деньги то Надо было сказать Владимир Владимирович Вот справедливо ли Мне не давали работать Нигде Город закрытый для меня Ну КГБ ведет Нигде на работу не принимает Со мной идет майор Венц Евгений Майор железнодорожного Районного отдела РВД Он устраивает Вышедших из заключения Ну это 80-е годы Еще советская власть была И всех устроил Он говорит Вас не могу устроить Кажется Один день мы прошли И он звонил Там мы вместе ходили Вместе с собой Он пошел Оставил здание И пошел со мной 18 мест И нигде меня не приняли Указание дано Нигде Где Только В этом Где я в жены Дорожном районе Жил Улица 2 2-я строительная 62-16 Вот только Во вневедомостной охране При милиции Женодорожного района Вообще удивительно И вот меня туда поселили Я тут же познакомился С политоотделом Власов Для всех работников И каждую неделю Я вел там занятия Не где-то А прямо в здании РОВД Женодорожного района Города Барнаула Не знаешь Чего просишь И вот я бы ему сказал Владимир Владимирович Мне не давали работать От меня это зависело Нет Я прораб Мне не давали И они мне конкретно Одна работа только А без работы Значит тунеядство Сразу посадят А я только освободился Какая моя вина Что я работаю Никакой Ну какая моя вина Что мне-то по этому Пенсии-то по этой назначают Теперь Я там работаю Это не один год-то И пенсию назначили Минимальную Пенсию бомжа У меня 35 лет Трудового стажа Это я все Во сне все это обдумывал Думаю Сказать ему нет Думаю Он скажет Ну есть общий порядок Насчисляют Потому Но он мог бы Президентским указом-то Даже приговоренных Смертной казни Президентским указом Мог освободить Президент Ему власть дана Думаю Мог бы он Да думаю Я и без этого хорошо живу Главное Сказать ему Чтобы он о своей душе Позаботился Это вот Сегодня Ночью Я видел такой сон И какие сны Я во сне все вижу Я в университетах Беседую там С одним ректором С другим Где договариваюсь Одновременно Чтобы вести занятия В нескольких университетах И раздавать начинаю Лезу в карман Так Какие-то бумажки даю Так подождите А вот у нас Здесь что У нас Я не знаю Там видно будет Или нет Вот Посмотри Вот такие визитки А у меня их нету И здесь вот сколько написано Наш сайт Все остальное Я в кармане беру Нарезанные Такие же О них ничего нету Какая-то там Ну где-то там Библиотека То есть Это не такое Так я даже Сейчас с собой Кладу у меня Вот они Возле головы Лежат Рядом Вот они Завязанные И в карман Спать У меня ночная Рубашка Стараюсь положить Если во сне Что-то будет Чтобы дать Вот Такой Интересный Случай Почему Владимир Владимирович Приснулся Я каждый день Молюсь за него И молюсь Несколько раз И ночью Чтобы Господь Сохранил ее От покушения Умудрил А о нем Я считаю Все хорошее И плохое И ну можно сказать Не верю Ни тому Ни другому Просто я За правителя Молюсь Да он Был такой-то Он был такой-то Сотрудник КГБ Сотрудник КГБ Это человек С искореженной совестью Ему надо лгать Везде обмануть Иначе никакой Он должен Но это в его Обязанности входит Как штази Всех обмануть Втереться в доверие В лагерь врага Людей послать И вот то что он делает Поэтому Сегодня у нас все Благословен Господь Аллилуйя Аминь Да благословит Бог правителей И сохранит от покушения И обратит к себе